Велкам, 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 дорогие друзья, с вами Ви, мы продолжаем смотреть чемпионат мира по Лиге Легенд, четвертьфинал, матч за выход, ну и матч на вылет, соответственно, у нас в чемпионате, в отличие от Доты, КС и многих других киберспортивных дисциплин, в плей-оффе олимпийская система, команда проигравшая вылетает окончательно, команда Катеростерс выиграла, играя на красной стороне, потом проиграла, играя на красной стороне, И сейчас выбрали себе синюю сторону, и поглядим, как они будут строить свой драфт от синей стороны, команда JD Gaming впервые сейчас играет на красной стороне, посмотрим, как они будут строить свой, собственно, драфт, убрали они из игры Нику, убрали Рамбла и убрали Сиджуани, на которой Кузя в первой игре сделал ОТП игру, так сказать, Зай была пикнута на первом позиции для эйминга, а Фелия ему больше не доверили, с этой стороны появляется Ариана и Рейкан, на это КТ отвечает Азиром от BDD, У нас оба коллектива решили играть в гиперлейтгейм, забавные, забавные. Ну, такое впечатление, что да, не хотят они на Ариану пикать Акали или что-то такое, долго думает Кузя, видимо, думали сразу над вторым драфтом, держали до упора Азира, И Азира у нас, как видите, 50% винрейт, 11 побед, 12 поражений, не самый запикываемый чемпион в этом чемпионате мира, но в связочке с Зайей это хороший гиперлейтгейм, при этом очень сильный на шоркол, на 23-й минуте там можно на шор за секунду забирать. Контрпик к Рейкану выбирают не Рел, а Наутилуса, команда КТ, у Наутилуса положительный винрейт, я смотрю, 13-11, а здесь Атрокс появляется, команда JDGaming вслепую. Почему говорю вслепой? Потому что если сейчас они пикуют Атрокс, им надо будет угадать два бана, которые они сделают по Кину, но Кин все равно может потом взять контрпик. Потому что я думаю, там больше трех чемпионов могут победить Атрокса, и под связку Азир плюс Зая, любой почти подходит чемпион. Тут нет прям важного что-то, тут надо связку с Лесником смотреть. Поэтому, может быть, даже стоит банить просто Лесников в команде JDGaming, чтобы не оставалось у команды КТ вариаций. Да, вот это, наверное, более верно. Убирают они Виага, команда КТ убирает самых неприятных АДшников, но почему-то выбрали Кайсу в качестве этого списка. Мне кажется, самое адекватное здесь было убирать сейчас Офелия, в первую очередь Офелия. Но, возможно, они собираются тавардавить Офелия и минус Поппи. Три Лесика забанили Кузи. Канави будет играть через контр-пик, видимо, сам будет себе брать последнего чемпиона. Для Канави будет играть команда... Ну, они сейчас заберут АДшника. А какого, да? Ну, Калисто еще. Я бы банил вообще Калисто и Офелия, но они решили с Кайсой начать. И теперь мне не совсем понятно, что за план у команды КТ. Кайса плюс Зерри. Видимо, это просто по рулеру как-то поработали, нашли каких-то у него чемпионов. Просто здесь все еще может Джинкс появиться. И я не вижу каких-то больших проблем у Джинкс. Ну, вот Северка появилась. Рассматривает взять Вай Кузя. Улыбнулся Канави. Команда JDGaming говорит, о, мой Вай хочет украсть. Хочет показать класс на Вай. И пикает Вай, да? Нет, Джакса показывает. Джакса они берут против Атрокса. Опять тянут время, чтобы увидеть что-нибудь подольше. Ну, что ж, это гиперлейтгейм от команды КТ Ростерс с Релл в лесу. Ну, вот Релл, который будет пытаться не давать Азиру и Джаксу уйти подназад. И у команды JDGaming им нужен агрессивный лесник. Они не могут играть через лейтгейм лесника, потому что их за аутскелит. Поэтому надо рассматривать лесника, который либо аутскелит Релл очень сильно, вот такой, как Вуконг, там, Бельвет, либо гигаагрессивного лесника, типа Лисина. Они на Вуконге оставили свою позицию. Ну, что ж, Вуконг. Ну, вот, когда, говорю, оба их коллектива пошли в лейтгейм. Чистый лейт, наверное, посильнее все же у КТ. У них есть свои слабости в чистом лейте, но я больше вижу все же силы у них в чистом лейте, ввиду того, что Джакса, Северка не может убивать. Главная проблема команды JD, это... Север не может убивать Джакса. Здесь два саппорта для двух своих керри. С этой стороны один саппорт для четырех керри. Но все эти чемпионы не раньше трех предметов начинают играть. Правда, это дело, что пауэрспайк есть и на первых предметах, это мы не отрицаем. Но по драфту, наверное, предпочтение на начало я бы отдал команде КТ. Среднюю стадию игры отдал бы оппонентам, где-то 40%, и концовочку тоже команды КТ. Вот примерно такой у нас получился. Получился процентный разброс, 55% начало, 40% средняя стадия и 55% концовочка. Здесь многое будет зависеть от тимфайтов, очень многое. Здесь очень внимательно надо играть каждому из коллективов. Я не люблю, когда такие драфты делают обе команды. За ними сложно следить, потому что одна ошибка, и вы знаете, мем этот, и ты ошибся. То есть одна ошибка... А, вот он, Триколор, я понял, про какой ты Триколор. Ну там Триколор, они этот, используют флаг Кубы, вообще. По-моему, это флаг Кубы был, да? Не знаю, с чем это связано. Не похоже на российский флаг, либо флаг Франции. Только перевернутый. Может, еще у кого-то есть такой флаг? А может, Китай поддерживает что-то? Ай-яй-яй! Китайская команда. Но она все же и называется «Железная дорожка Гейминг». ЖД Гейминг, как бы, ребят. Очевидно, что спонсор это ЖД России. Чпоньк. Любовничков разбили. Райкан у нас в команда Джей Ди. Зая у нас, как вы понимаете, в команде КТ Ростерс. И второй левел быстрее в этот раз возьмут КТшники. Они, кстати, в первый раз будут играть без позиции пассива на боте. В какой-то веке они будут играть через агрессию. Потому что Ноутилус не может играть через пассив. Но это не особо выгодно. Да и БДД, кстати говоря, против Ариана, скорее всего, будет играть агрессивно. Впервые за сегодняшнюю серию и БДД, и Эйминг, и Леджендс могут играть агрессивно. То есть на топе, как было, так и осталось. По сути, скиллбейс матчап с небольшим перевесом в пользу Кина. Три игры подряд у него, по-моему, так и играется. В лесу тоже дефолтная тема, но они, кстати, второй уровень все равно отдали. Странно. Они все равно отдают второй уровень. Но, возможно, это под рел, ребят. Должны были Джей Ди. Кстати, Джей Ди должны были сейчас до этого догадаться. Потому что Ариану подпушивает Азер. То есть он не начал играть пассивно. Он начал играть от агрессии сразу же. И поставил Вард себе, чтобы в спину Вукон к ним мог выйти. На боте же они поставили Вард. Но, слушайте, а тут сейчас все плохо. Может, кончится. Куда пошла? А, не, не, не. Рэл ушла в другую сторону. Рэл убежала нам тут. Тройную показывают, что у Рэл есть преимущество на мидлайне и на топе. Две линии подпушивают. И Рэл поэтому в ту сторону смещается. А Ледженд с Эймингом просто ушли в пассив. Из-за того, что они знали, что они виксайдом будут. Я думал, что здесь, возможно, сейчас образуется ганг с линии. Или около с линии от Рэл. С потерей флэша там для рулера. Гаста для рулера. И наш межвышек уже начал фармиться. Говорит, вообще пофиг. Не хочу крипов терять. Потому что там тяжело было бы фармить подвышку оппонента этих крипов. А такой гигантский пак запушил. Сейчас пойдет просто на рекол. Отходит, нажимает рекол. В 369 еще здесь мучится фармить это все. Плюс он не может их быстро пушить. Потому что иначе он будет терять крипов. Джакс сделал идеальный фарм. 20 фарм из 19 крипов. Заметили? 20 фарм из 19. Ладно, на самом деле он там вартной иначе где-то выбил просто по пути. Поэтому получилось у него 21. Ой-ой, хук. Ледженс не попадает. Попадает подкидывание. Ну и все, разбежались. Пластина почти умерла на топе. Ребята, осталось у пластины мало здоровья. Но здесь пластина почти на боте умерла. Очень много здоровья я им потерял. И предпочитает пойти на рекол. Пропустил он 2 кушки подряд от рулера. А Канави подготавливает защиту для своих ребят. И здесь на второй круг уже заходит Кузя. Без бэка продолжает фармиться. Вуконг решает не мешать ей и просто среколится на 4 фарма позже. На боте Ледженс остался в одиночку фармиться. Пластина достается рулеру. Возможно, не хватало просто Кузи денег. Поэтому он еще один кемп добивал. И у нас ротация на мид от Райкана. БДД много здоровья теряет. Должен догадаться БДД. Он сразу догадывается. Ну, потому что до этого ни разу Найт с ним не дуэлился. То есть он просто отходил. Накидывал еще точек на себя. Размены иногда в автоатаках были. Ну, вот так вот сверхаккуратно отыгрывал. И тут вдруг он начинает бычить на Азира. Значит, выходит Райкан. Ну, информация была, что Райкан может сместиться. Кузя решил зайти в Канави в лес. Использует преимущество Азира. Но я не уверен, что он может здесь адекватно сыграть Смайт. Хотя у него Смайт есть, у Канави нет. Это мы с вами видим. Кузя-то этого не знает. Кто там выигрывает Смайт в войну? Там битва продолжается. Кузя выиграл Смайт в войну. 34 фарма у него стало. И у нас на боте здесь ответы под пуш идет. Рулер без бека разве нет? С беком все нормально. БДД потерял здоровье. Тульта Ариана ему в лицо залетело, нет? Кузя просто перепрыгивает и идет вниз. Ну что, все будет решаться на тимфайтах, ребят. Я про это уже говорил. Это те драфты, которые я не люблю. Очень не люблю. Почему не люблю? Сейчас еще раз объясню. А дело в том, что на этих драфтах та команда, которая получит преимущество начала игры, она почти всегда выиграет. Вероятно, что эта команда не выиграет дальше. Партия очень низкая. Камбэк потенциал у обоих драфтов очень слабый. Он как бы есть, понятное дело, но там такую надо ошибку грубую совершить команде оппонентов, чтобы проиграть. Ну представьте, типа сейчас вот КТ выиграют сражение, допустим, и у них будет Джакс с тремя киллами. И где им совершать ошибку? Опа, Кузя. Он странно отыгрывает Кузя. Он хотел Леджинса использовать для инициации, но передумал его. Команда передумала, они отступили просто. Я думал, он сейчас флэшап, пытается флэшистеть с оппонентов, но нет. В итоге Драконов забирает команда JDGaming первого, используя преимущество приоритета своего ботлейна, но за это Ариана идет минус 20 фарма почти, что было. Но сейчас отыграла немножко фарма. Опять ульту по BDD она дала. BDD седьмой уровень берет. Но он, кстати, пластину ни разу не ударил. По фарму он лидирует десятку только. Она вот как раз пак крипов приняла. Рел могла бы и больше выформиться, если честно, за это время. Учитывая, что Вукунг тратил время на Дракона, но Рел немножечко от Кузи перемудрил. BDD в 6.30 сходил за плюшками. Поднял их. И Найт пытается запушить линию. У него мало маны. BDD приходит, говорит, никуда ты не запушишь ее. Буду фризить ее. Фризить на мидлайне, конечно, это такая себе затея, но чуточку можно будет пофризить. Будет BDD это делать? Не, у него Кузя ушел, и в итоге Азир просто пушит линию сам. Или это все же фриз? Нет, там походу все же фриз, ребят. Вот он образовал. Ариана пешком возвращается. Парочку крипов за Денайл BDD сейчас запушивает. И пошел тоже на рекол. 77 на 62. Но это один из лучших чемпионов BDD. В этой игре решила команда КТ сыграть через него. А Эйминг две игры подряд проигрывает рулеру и миссингу. В первой игре они выиграли. И по фарму выиграли на линии, и пластины там заработали. Как-то вернуться бы вот на ту игру, да? И попытаться команде КТ повторить тот драфт. Но им Сиджуани постоянно банят. Честно, они альтернативы Сиджуани взяли. Но от этого проку мало. Так, у нас старт еще Геральтки. Ледженд сразу туда пошел. Миссинг его пытается тут поддамажить по пути. Но это такое. И JD уже забрали объект. Не успевает Рэл туда сместиться. Но пока полный контроль карты в пользу команды JD Gaming. Больше такой выжидательный режим включила команда КТ. Очень много по миссингу урона нанесли. Ну просто чтобы ему неповадно было. И будет дальше его ловить прыжочек. Бидиди, ух. Миссинг сразу же отпрыгивает в сторону. Был флэш у Бидиди, но он решил не рисковать здесь, не тратить его. Потому что это был бы, скорее всего, просто флэш на флэш. И потерять флэш медлайнера на флэш саппорта. Такая себе задача. На медлайне плюс фарм, на боте минус фарм, видите, да? Но Эйминг сейчас один на один с Северкой остался. И поэтому он себя чувствует более вальяжно. Может более агрессивненько отыграть. На топ, выход втроем. Ариана запушена, у нее нет маны, у нее есть ТП. Но без маны это ТП бесполезно. Выбегает Кузя. Сразу же пошла 369-го ульта. Ариана нажимает, а там сразу же первый килл. Еще Азир делает ульту и откидывает. Ариана все же прилетела. Прочитала эту ситуацию на это. Он нажал рекол и на ТП сразу прилетел наверх. Но это означает, что на медлайне никто не остается. Первый килл зарабатывает команда КТ Ростерс. Ро просто пришла, нажала Тауэрдайв 369-го. И взрыв, вы видели, великолепный взрыв от Кина. Просто бах! Кин нажимает ульту. Бдыщ! И как бы Канави хоть здесь и находился, а толку никакого. Ну подкинул. Кузя ушел сразу наверх. Получив удары вышки только себе в лицо. Но под афтершоком и количеством здоровья, которое у него есть. Это не страшно. И Джакса они убить не смогли, потому что Азир прикрыл ультой. Пластину сломал? Зая в соло сломала пластину? Чего? Рулер, ты как так отдал это? Зая в соло... Пока Райкан там бегал, веселился. Зая запушила Северку, сломала пластину в соло. Ну да, проигрывает по фарму все еще. Из-за того, что он там на первых уровнях кушек наловил. Будет Леджинс забирать эту штуку. Да, вроде забирает там вардецкий. Ну на этом, кстати, на этом телепорте даже заработал фарм. Там очень сильно на этом фарме... Извините, на этом бэке потерял 369, потому что его убили. Он потерял тонну фарма на топе. И вынужден был возвращаться на линию запушенную в его сторону. То есть 89 на 79. В то же самое время... Ариана почти выровнялась с Азиром. На этом пуше. Сейчас она 12 отстает. Но сейчас она зафармит 6 крипов и будет всего 6 отставать. Меня больше удивило то, что Эйминг реально смог запушить роллера и сломать ему пластину. И помню, что вот этот матчап, он не очень хороший для 369 в лейте. Но есть и другие тоже проблемы у команды КТ. Сейчас начинается средняя стадия игры, где больше пауэрспайков у команды GD Gaming. У них и Ариана страшнее, и Вуконг страшнее. Да и Северка в этой стадии страшная. Потому что ее рикошет уже работает по всем. Леджет просто бежит. Но он блефует. В этот блеф не верит, потому что на вардах бегает там Релл. Ее видно. Нажал ульту. То есть 69 тоже. Грэйка не хотят отдавать КТшники, но и забрать его не могут. Поэтому пока просто здесь тусят. А там Геральтка, помню, Вуконга. Вуконг до сих пор ее не использовал. Канави ищет момент, куда ее юзануть. Ходит, бегает. Кузя стартует Дракона на вартах. Начинает танковать. Они запушили Северку. Но очень страшно делать этот объект. Очень плохое местоположение у них. У них Азир отзонен. Джакс сможет нажать ТП, но не очень хочет. Поэтому они просто ее отвели. Сейчас выбивает первый варт Кузя. Пытается сам занять позицию, чтобы проводить сюда Азира. Потому что без Азира они это делать не могут. Азир на мидлейне вынужден с Геральткой сражаться. Да, не отдают объект, потому что Азир был вынужден сражаться. Но там успевает Эйминг запушить рулера. Нам это не показали. Может, не, Пласяна он не снял. Ну, минус 2 позиции по драконам. Клаудовская душа у нас выпадает. Кузю здесь ловят. Кузю подкидывают. Начинают избивать. Он нажимает ульту. Но тут 3 человека. Нет, 2 человека. Это была копия Вуконга третьим человеком. И это килл. У Кузи не было варда сверху. Он не знал, что к нему заходит спину. И Канави хороший колл сделал. Наглый колл на самом деле. Если бы здесь вард был сверху, сейчас команда JD Gaming потеряла бы минус 2 игрока. Но если бы, да кабы, да во рту росли грибы, мы бы смотрели с вами Ласт оф Ас хороший. Но ничего такого. Мы имеем то, что имеем, ребят. Тут Кин что-то по здоровью пострадал немножко. Нажимает ульту. Но у него нет маны, чтобы сражаться дальше. Под ультой воюет. BDD приходит спасать его. С флэша 369 зарабатывает килл. Но это размен килл в килл. И BDD неплохо пофармится. Теперь он может даже пластину успеть еще снять на топе. Никто ему не помешает. Пластину здесь Найт сломает. Но толку от него никакого. Да, он нажимает ТП. Туда. А пластина досталась? Досталась. Уже. Все же BDD досталась. Кузю поймали на наглом плейсе. Опа-па-па-па-па-па. А вот теперь нагло играет Legends. Если бы здесь был вард. Опять же. Нагло играет. Но что-то никого нет из его команды. Его могут убить сейчас. Пожалели. Пожалели. На самом деле пожалели его. Руллер сейчас мог нажать гост. Миссинг бы спокойно потанковал. Четыре удара вышки. Два прыжка еще у Миссинга было. Legends надо было убивать здесь. Не знаю, почему пожалела его команда JD Gaming. Миссинг хочет отменить рекол. Кидает кушку на стил все же. А не на отмену рекола наутилусу. Хотя мне кажется, лучше в наутилусу было кидать, чтобы темп выиграть. Не знаем, как произошло, что Кинг потерял здесь здоровье. А, не, это он пластину снял наверху. Видите, там нет пластины наверху. Скорее всего, он когда забирал пластину, он потерял слишком много здоровья. И дальше у него просто мана закончилась. Но это временная трудность, как говорится. Одна только проблема, потому что Джакс флэш потратил. Учитывая, что он там 100% уже умирал, можно было флэш не тратить. Кин. Нажимает ТП на тавердайв по 369 с эймингом. Что происходит? Эйминг просто в 369 делает all-in. Кин прилетел вниз. Рел наверху защищает вышку вместе с наутилусом против Арианы. А команда JD Gaming теряет вышку снизу, куда пришел 369. И Кин просто нажал телепорт под вышку. Два саппорта держат Найта. Азер держит Мидлейн. При этом забирает еще себя Рапторов. Как раз, чтобы никаких проблем не было. И опять у нас Джангл Див, кажется, да? Но это за счет того вот килла, который сделал Канави, зайдя в чужой лес. Накид на проблема выходит. 369 говорит, у меня нет ульты, мы не можем воевать. Успеет вышка умереть? Не умирает. Такой кассипорный момент. Это вышка. Теперь еще будет тонну экшена создавать в пользу команды КТ Ростерс. Найта оставили в покое все же. Найта сломает вышку. Ну что, ФБ досталась команде КТ. ФБ вышка досталась команде КТ. Азир в рейв не успевает БДД прибежать вовремя. Выдает ульту. До дракона, я думаю, ульта у него откатится. 90 секунд. Но Найта он зацепить здесь не смог. Но у него 188 фарма. Это к тому, что... Не забываем о фарме Азира. Когда Азир на фрифарме стоит всю партию, это большая проблема, ребят. Вы потом можете просто не... Не начать играть, скажем прямо, в тимфайтах. Азир там по три солдата будет выставлять. И Северка еще пожалеет о том, что она взяла Северку. Не мобильного адекерри. То есть мобильный адекерри это те, кто могут отпрыгивать, уходить в сторону. А Север, щиток, ее... Это, конечно, хорошо. Только тут и Наутилуса ульта. И стяжечка от Зайи. И хук от Наутилуса. И Рел ульта. Ну и Азир, конечно же, тоже ульта. И ты одним этим щитком все это дело не заблокируешь. А вот каким-нибудь прыгуном или полупрыгуном... Можно было бы от этого всего избавиться. Ну или если бы они играли через Афеля, он бы мог просто дистанцию держать. За счет дальности оружия. Врыв Кузи. Кузи прописывает стану, отпрыгивает в сторону. Агрессивно, когда вот так вот джейдишники бегут на них, и коты не готовы. А джейдишники очень часто это делают. Это одно из любимейших таких действий. Они в один момент резко вчетвером делают врыв. И ты понимаешь, что вроде как мы тут варды, обычная вардинг-фест идет. Ну типа мы выбиваем варды, вы выбиваете варды. Мы отходим, вы подходите. Ой-ой-ой, Кин пропустил. Большой удар. Сразу начал хил кипеть. Ну давай, Кин, не пропускай больше ударов. Теперь уже сами КТ зашли. Не попал Кузя кушкой. Слезает с коня, чтобы у него была хорошая инициация через флэш. Инициация идет от Канави. Подкидывание по Азиру. Азир дает откидывание, но до него добрался игрок. Азир пытается убежать, не выходит рикошетом, его добивает. Битва продолжается без Джакса. Где Джакс-то был все это время? Даблкил для Северки. Ну, излюбленная фишка Джейди сработала. Они просто используют численное преимущество. Кин в носу где-то ковырял. ТП нажать не мог, потому что у него нет ТП. Ну и по-моему эта игра закончилась. Закончилась она не из-за драфта, ребят. А из-за вот этого одного тимфайта. Джакс потерял здоровье. Решил попить хилочек, пойти вниз, что-то в носу поковырять. И оппоненты просто побежали на них. Если бы Джакс был в этом сражении. Ну, опять же, если бы, ДК бы. Но это излюбленная фишка команды Джейди Гейминг. Вы можете за ними последить. Они в отличие от Билибили Гейминг, которые медленно играют и ищут, знаете, как удав. Ищут слабость оппонента и начинают его душить. Вот этого оппонента, этого слабого их игрока. То команда Джейди Гейминг это взрывная команда. Они играют, могут играть плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Но потом они резко на обычной расстановке вардов делают резко улыб в пятером. Как они там в пятером оказываются? А хрен поймешь, как они там в пятером оказываются. Но оказываются. Попытка рулера убить. Хук попадает. Рулер умирает. Это грубая ошибка от рулера на самом деле. Он даже, ну, не вдуплял, что будет сейчас происходить. Агрессия произошла от команды КТ, но отыграли только одно убийство. По драконам счет 3-0. Вуконг начинает очень быстро фармиться. В то время как Рэл, я вам говорил, в средней стадии игры, она еще может поиграться. В лейте она перестает фармиться вообще. То есть, вот где Джакс? Вот почему Джакс внизу? Если бы Джакс здесь был, Джей Ди бы сейчас отлетели. Просто без шансов. И кто-то скажет, что они вот поэтому и ворвались, потому что не было Джакса рядом. Нет, ребят, они всегда влетают. Им плевать. Я серьезно, они всегда влетают. Если бы вы смотрели финал чемпионата Китая, вы бы видели, что ЛНЖ их на этом и побеждали. Мы пока смотрели повтор. У нас Леджинсы здесь поймали, убили. Кузя дает ульту. Стагивает двух игроков. Миссинг пытается на свой ульт я добежать до БДД. Добегает. Кузя в беде, но он перепрыгивает. Эйминг начинает стрелять. Хорошая ульта от БДД цепляется за двух игроков. Ариана выдает ульту, но не попадает ни по кому. Канавика убивает таки БДД с Эймингом. Но Кин пролетел, так ничего и не сделал. Ну, сейчас хотя бы выжил. Сделал кое-что, он выжил. Как долго Канавик жил под Вуконгом своим. Потому что целый чемпион сейчас будет этот Вуконг. Целый чемпион. Кузя расстроен, потому что понимает, что игра начинает выходить из-под контроля. Они не могут тимфайтиться. Азер не добрался еще до третьих предметов. Зая тоже еще пустовато. Их сильный чемпион, а именно Джакс, вообще бесполезен. То есть это тот самый момент, когда хочется сказать топ-лейн-див. Ты вроде ему помогал, 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 помогал. А в итоге парень просто бесполезный какой-то ходит. Но тимфайты не успевает, никуда не успевает. То есть почему Джакс, например, так долго досюда шел, да? И в итоге он нажал ТП вот сюда, ребята. Тут ближе вардов что ли не было? Не понимаю. Нажал ТП, чтобы вообще не участвовать в боевых действиях, если так задуматься. Он прибежал, нажал Counter-Strike, походил, и потом надо убегать до конца. Хорошо, хоть Атрокс нажал ТП. Там Атрокс мог не нажимать ТП, посмотреть на этот бред от Джакса. Такой, окей, типа. Я ТП не жму, пацанок, просто отойдите. У нас будет преимущество ТП дальше. Душа дракона тоже еще сильно подпортит ситуацию. Скорость передвижения будет у команды JD выше. Откаты заклинаний. Но это... Да, это, конечно, наверное, самая удачная душа, которая могла достаться. То есть у КТ было бы все гораздо хуже, если бы досталась другая душа. Миссинг. Миссинг вообще, ну... Такое впечатление, что он этого не знает. Проблем не знает в этой игре, ребят. Его ни разу не наказали за его бездарные действия, откровенно говоря. Сейчас был наутилус с флэшом. Рел с ультой. Не знаю. Ну, типа... Если вы так сделаете в соло-ку, вас убьют. Если и миссинг так сделает в соло-ку, его тоже убьют. Но здесь КТ очень перестраховывались. Они, типа, увидели миссинга в спине у себя одного. Старт на Шора. На вардах, правда. И все оппоненты уже были здесь. Джакс еще не успевает. Они не видели вард. Команда КТ поставили пинг. Подумали, что они выбили все варды этим пинком. И хотели быстро стартануть на Шора. У них быстрый на Шор. Зая плюс Азир действительно обладает очень высоким потенциалом на Шора. И за счет этого думали потом выйти на Дракона. А теперь, видите... Темп им надо опять отпушивать вейвы. Им нужно опять отпушивать вейвы. И после отпушивания этих вейвов уже Дракон появляется. И они теперь уже не могут идти на Нашора. И по деньгам нет ключевых предметов. Нет третьих предметов на их трех главных чемпионах. А их саппорты не вывезут в среднюю стадию игры. Нужен Ринектон был. Ну так, наверное, сейчас тренер думает у команды КТ. Блин, зачем взял Джаксон? Был Ринектона, брать. Ринектон бы Дрейков не отдал. Да, да, да. Ну я не удивлю, что он так думает сейчас. Ребят, вот прям сидит и такой Блин, Ринектон. А, Ринектон! А, Ринектон! Кожаный герой! Они все вместе есть. Этот клуб дрочеры на Ринектона. Это клуб тренеров всех. Китайско-корейских. К этому клубу периодически пытаются попасть европейские, и американские команды. Ладно, пока я тут шутил. Пошло, но по фактам. Команда КТ попыталась сделать на Шора. Джиди опять им начали мешать. И КТ за счет этого выбили все ворды и на На Шоре, и на Драконе. И сейчас спускается вниз. Держит контроль над Дрейком. Джиди могут не торопиться. Они хотят использовать преимущество своего золота. Хотят отправить от Рокса на базу, чтобы тот купил третий предмет. Второй предмет. Купят же. Беккается, продает Доран. Да, покупает Стирак. И по два предмета у остальных появилось. Ну что, опять Тимфайт. Инициация. РЛ неплохая инициация, но Джакса нет. Райкан делает Дисенгейдж. Какое-то мясо творится. Азерт делает Дисенгейдж. Неплохо урон от Эйминга идет. Джакс, пожалуйста, ворвись! Ты где вообще ходишь? Джакс ворвался, но слишком поздно. Но опять его нет. Ну, я не знаю, ребят. Там игра уже заканчивается, когда Джакс идет. И он был опять в позиции. Пытается Азеру бить Эймин Гейминг. Прочитал его этот маневр. Тут же отпрыгнул в сторону. Но кино нет в игре, ребят. Я не знаю, чем он занимается. Он опять куда-то ушел во преддверии Тимфайта. Он ушел вниз. Что-то там фармить. Кого-то там, крипчиков каких-то понюхать. Зачем ты нюхаешь крипов? У вас ключевое сражение здесь. Атрокс с базы нажимает ТП. Вот давайте посчитаем, сколько секунд идет сражение и сколько Джакса нет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Атрокс прилетел. Шесть. Семь. Восемь. Восемь с половиной секунд. Атрокс в Тимфайте находился три с половиной секунды уже через телепорт. А этого придурка не было. Ну, типа, я не знаю. Кин просто проигрывает соло эту игру. Он ни на один Тимфайт не пришел. И Ладом был с Барталомом, сплитпушер. И тогда можно было бы ругать команду, что они делают плохие действия. Он может победить от Рокса один на один. Так он же не с Барталомом. Ты Тимфайт билд собираешь. У тебя Блэк Кливер. Ты ломать армор должен для Эйминга. Ты первым вообще должен вдохнуть здесь. Должен ворваться, сдохнуть вместе с Рэл. Эйминг всех убьет. В этом идея. Потому что на боковой линии ты никого не убьешь. Ну, вот что происходит на боковой линии с тобой. Там на Медлене какое-то сражение. Эйминга пытается убить. Он пока выживает. Вуконг разворачивается. Пытается убить. Но тот нажимает Guardian Engine. Прилетает опять телепорт уже от Арианы. Эйминг делает стяжечку. Пытается добить канави. У него получается. Есть еще ульта. Ну, там Атрокс. Есть флэш у Эйминга. Флэш есть. Но он понимает, что нет смысла тратить. Лучше идти сразу в Next игру. Ну, это 3-1, ребят. Серия проиграна командой КТ. Если предыдущего, можно было поругать Кузю в предыдущей игре. Что он мало активных действий провел. Но там же опять к Ренингтону вопрос. Почему Ренингтон ничего не делал. Всю игру. Просто топ див. Две игры подряд. 369-й. Только лейнинг фазу проигрывает Кину. А потом просто в сотни раз полезней. Кин ни на один тимфайт не приходит. И не понимает, что ему делать. То есть он просто не понимает, что ему надо делать. Он в этой игре пикнул Джакса, но не сплитпушит за Джакса. Не дуэлит от Рокса. Проигрывает Ариане на боковой линии, потому что нет магической защиты. Потому что ты не покупаешь халлбрейкер. И не приходишь в темфайты. Так как толку? Мы играем просто в четвером. Всю среднюю стадию игры. Да, не слабее в средней стадии игры. Я показывал проценты. Но это не означает, что не надо приходить вообще. А, как-то так. Ну, у КТ есть свой лик. Этот лик использует команда JDGaming. И с 0.1 в серии, делают серию уже 2.1. Осталось одну игру выиграть. И я не вижу проблемам ее выиграть. Они просто продолжат делать то же самое. Они будут играть через среднюю стадию игры, где нужен топ лейнер. А топ лейнер не умеет играть в команду КТ Ростерс.